МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номинальная зарплата выросла на 13%. Это максимальный показатель среди стран ЕАЭС. За отчетный период рост показателя в Армении составил 3%, в Беларуси 8%, в России 7,8%, в Кыргызстане 12%. Также по данным комиссии реальная заработная плата в соответствующем периоде увеличилась в Армении на 4,6%, в Кыргызстане на 11,2%. Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в январе-июне текущего года составила в Казахстане 437 долларов, в Армении 379, в Беларуси 344, в России 510 долларов. А вот товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС упал на 30%. Импорт Казахстана из ЕАЭС продолжает значительно опережать соответствующие экспортные показатели в 2,2 раза. В наибольшей степени экспорт обвалился в Армению на 90%, экспортные поставки на ключевой для Казахстана российский рынок упали на 29%. Во многом это объясняется недостаточной востребованностью казахстанских топливно-энергетических товаров на российском рынке, ввиду схожей структуры экономики и внешней торговли, а также слабыми возможностями для наращивания отечественной обрабатывающей промышленности своего экспорта из-за негативноэкономической ситуации на пространстве ЕАЭС. Казахстанцы задолжали банкам 4 триллиона тенге. Всего 5 миллионов граждан взяли кредиты в банках второго уровня. Из них 1 миллион имеет просрочку более 90 дней. Количество заемщиков, имеющих просроченные потребительские займы, это 13% от общего числа заемщиков. Скрывающиеся заемщики – это 64% от всех проблемных заемщиков. Добросовестными заемщиками являются 23%. Сейчас на рынке 205 коллекторских организаций, из которых 59 взаимодействуют с 17 банками. В Министерстве сельского хозяйства признали продажу казахстанским предприятиям сухого молока под видом натурального. В ведомстве отметили, что 93 предприятия готовы закупать молоко от личных пособных хозяйств в объеме 380 тысяч тонн. 59 предприятий не заинтересованы в приобретении натурального сырья, поскольку их производство основано на использовании сухого молока. Комитету по защите прав потребителей рекомендовано усилить контроль над соблюдением требований технического регламента производства молочной продукции. В странах ЕАЭС снимут ограничения по валютным операциям. В перечне денежных операций, в отношении которых будут отменены все ограничения, выплата кредитов, биржевые сделки, покупка недвижимости, оплата за товары и услуги. Если вы открываете счет условно в Казахстане, с вас будут просить такой же набор документов и точно на таких же условиях, как для граждан этой страны. То же самое в России, Белоруссии, Кыргызстане и Армении, пояснил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии. «Нужно решить визовые вопросы с Турцией», — сказал Владимир Путин. По словам президента России, это позволит разблокировать вопросы экономического взаимодействия двух стран. По его словам, во время переговоров турецкая сторона указала на экономические ограничения, возникающие в области транспорта, железнодорожных перевозок и авиационного сообщения за наличие визовых ограничений. Накануне Путин впервые после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС в небе над Сирией, провел переговоры с Эрдоганом. Нам предстоит кропотливая работа по реанимации торгово-экономического взаимодействия. Этот процесс уже запущен, но он потребует определенного времени. Важным шагом стал визит в конце июля в Москву представителей турецкой делегации экономического блока правительства. Ее переговоры с российскими коллегами. Мы договорились с господином президентом планомерно возобновлять работу основных механизмов взаимодействия. На осень намечена сессия смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дано поручение профильным ведомствам двух стран в первое половине 2017 года провести встречу совместной группы стратегического планирования. Правительство Белоруссии зафиксировало экономический рост при падении ВВП. По информации руководства республики по сравнению с январем индекс ВВП увеличился почти на 2% и составил по итогам 6 месяцев 97,5%. Восстановительные тенденции проявились в большинстве отраслей и выросла также производительность труда с 97 до 99%. Значительно добавила транспортные отрасли. Грузооборот без учета трубопроводного транспорта вырос с 90% на начало года до 101% по полугодию. Страна имеет положительный баланс спроса и предложения валюты. За отчетный период населением продано на чистой основе более 630 миллионов долларов. Надо подумать о нескольких хозяйствах. Я думаю, отсюда 2-3 человека у тебя уже руководителей найдется готовых. И если готов повторить вот то, что есть, ну может быть с какими-то особенностями у других хозяйствах, скажи, это уже следующий наш этап. Нерентабельное хозяйство на этом этапе мы передаем своим людям, белорусам. А следующий шаг, их может быть меньше, мультипликация вниз. Он создает холдинг. И не надо этого бояться. Он может взять 3-4, может 5 хозяйств даже в разных областях. Минской, там, Витебской. Реальный курс рубля вырос на 11% с начала 2016 года. Курс рубля к доллару в июле вырос на 1,7% к евро на 3,5%. За 7 месяцев он поднялся на 10,9%, соответственно. Опрошенные экономисты заявили, что лучший способ снять негативные последствия от укрепления рубля для российского бюджета – это сокращение расходов и приватизация государственных активов. Из других вариантов аналитики предложили снизить заложенную в бюджет цену на нефть или повысить налоги. Дмитрий Медведев пообещал защитить село. «Я испытываю чувство гордости от того, что у нас развивается сельское хозяйство», сказал глава правительства на встрече с активом партии «Единая Россия» в Краснодаре. Ранее 9 августа Медведев призвал снизить реальную ставку по кредитам для фермеров с 6 до 5% годовых. В нынешнем сельскохозяйственном сезоне Россия уже получила большую часть контрактов на поставку зерна в Египет, который закупает огромные объемы сырья для изготовления дешевого хлеба. В 2015-2016 сельскохозяйственном году страна экспортировала рекордные 33,9 миллиона тонн зерна. У нас импорт продовольствия снизился на 35%. Это означает, что мы движемся в правильном направлении, занимаемся вопросами обеспечения нашей продовольственной безопасности и переходим с импортных продуктов на наши отечественные. Конечно, мало собрать урожай, его действительно нужно сохранить. Программа по строительству логистических центров, оптовых, значит, таких вот центров, она существует, она реализуется, она есть и федеральная, и региональная. И мы эту работу обязательно продолжим. Крупные нефтяные компании удвоили свой долг. Даже при низких ценах на нефть они продолжали выплачивать дивиденды и большие зарплаты руководителям. За счет этого удвоили сумму. По оценкам Bloomberg, они удвоили совокупные долги до 138 миллиардов долларов с 2014 года. А с 2008 года этот показатель вырос в 10 раз. Chevron нефтяной компании США получила полтора миллиарда чистого убытка во втором квартале. Компания BP также сохранила дивиденды на прежнем уровне, хотя прибыль упала с 1,3 миллиарда до 720 миллионов долларов. На самом деле все крупные нефтяные компании, вероятно, увеличат долги в ближайшие несколько кварталов, так как цены до сих пор находятся в диапазоне 40-45 долларов за бочку. Китайский юань вновь укрепляется по отношению к доллару США. Главный финансовый регулятор Китая укрепил юань вскоре после серьезного снижения курса в конце июля. Центробанк КНР влил в национальную экономику почти 4,5 миллиарда долларов. Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке. Между тем, экспорт Китая растет, товарооборот с Россией падает. С начала года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем составил 37,5 миллиардов долларов. США поставят Саудовской Аравии крупную партию вооружений. Речь идет о более чем 130 танках, а также 20 тяжелых бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и другом оборудовании на общую сумму порядка 1,15 миллиарда долларов. Подобная сделка позволит повысить степень взаимодействия между вооруженными силами Саудовской Аравии и США. Она также отражает обязательства США по обеспечению безопасности и модернизации вооруженных сил Саудовской Аравии. Теперь у американских законодателей есть 30 дней для того, чтобы заблокировать данную сделку. Испания и Португалия избежали санкций Совета Евросоюза за невыполнение требований по сокращению дефицита бюджета. Крайний срок сокращения дефицита для двух стран будет вновь перенесен. В Португалии предписано сократить общий дефицит госбюджета до 2,5% ВВП в 2016 году Испании до 4,6%. Испании и Португалии обязались до 15 октября разработать и представить Еврокомиссии пакет эффективных мер для снижения дефицита. Для Испании это особенно проблематично, учитывая ее неспособность формировать правительство после двух раундов выборов в декабре и июне. Фунт стерлингов продолжил дешеветь пятую сессию подряд. Британская нацвалюта продолжает реагировать на решение Банка Англии о снижении процентной ставки расширений стимулирующих программ. Банку Англии может потребоваться дополнительно смягчить кредит на денежную политику. Если ситуация в экономике Великобритании будет развиваться по прогнозам банка. Некоторые эксперты рекомендуют клиентам покупать доллары, так как рынок недооценивает вероятность повышения ставок Федеральной резервной системы в этом году. Но аналитики Морган Стэнли советуют не спешить. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки в США указывают на 26% вероятность ее подъема Федрезервом в сентябре. До выхода пятничных данных о рынке труда США, которые были сильнее ожиданий, такая вероятность оценивалась в 18%. Субтитры создавал DimaTorzok